всем привет идея этого видео родилась сама собой по приезде на работу в один из дней увидел рядышком на стоянке точности такой же гелендваген только лет на 20 старше чем мой в общем так появилась идея снять и сравнить насколько кардинальное либо не кардинальное различие между этими машинами но там автомобили намного старше я думаю так лет на 20 чем мой в общем я напоминаю что у меня g63 2012 года будем сравнивать его с предыдущим кузовом но у них я думаю кузов предыдущий нельзя называть потому что с 1979 года общие черты прослеживаются по сей день поэтому мне кажется что все их творения можно называть смело рестайлингом я конечно думаю что меня будут очень жестко хейтить любители гелендвагенов но тем не менее давайте посмотрим насколько инженерная мысль и у данного кирпича рванула вперед и я хотел бы назвать всю эту эпопею как эволюции кирпича до и после но в общем давайте вам показываю вот у меня у соседа вот такой вот монстр я думаю так правильно назвать который постоянно стоит у меня рядом с моей работой в общем давайте будем смотреть какие-то основные особенности черты но и сначала смотрим на старом потом переходим на более новый ну я так понимаю что решетка радиатора и звезда посередине это непременный атрибут вид еще раз такой панорамный в принципе мой более выглядит как бы красиво да в том плане что более современно но если начинаешь всматриваться и в тот и в другой честно говоря глобальной разницы найти очень очень глобальную разницу сложно вот кстати даже кенгурятник я так понимаю он выпускался и ставился на автомобиле чуть ли не до сегодняшнего дня ну вот по поводу фар именно вот это вот под фары пластик не хочу просто называть словом так как она называется потому что потом постоянно какие-то глупые комментарии ну традиционные классические повторитель поворота у гелика с традиционными классическими саморезами ну естественно чуть позже я вам буду показывать ровно те же элементы на своем автомобиле дабы мы могли сравнить насколько велика разница либо ее просто нету в общем расширители арок это тоже такая в общем я всегда так посмеялась над defender am ну у меня их несколько штук тоже было но гелик на самом деле это еще более уникальная вещь defender он просто как вот он был defender всегда и все тут без вариантов но гелик они не такое ощущение что то ли это у них такой маркетинг то ли они просто над владельцами издеваются потому что рестайлинг у них выходил периодичностью ну не так часто может быть но тем не менее что весь рестайлинг заключался либо поменять каким-то решетку защиту под бампер и еще кого-то незначительные детали либо поменять зеркала и что-нибудь добавить на приборке но кстати вот классическое место где всегда мы наблюдаем ржавчину это собственно говоря вокруг лобового стекла вот эта передняя часть кузова ну здесь относительно нормально хотя машина начала 90-х годов но вот видите как бы ее используют как я понимаю по назначению то есть на ней постоянно куда-то выезжают на бездорожье но тут видео не об этом вот как раз просто показываю те места кузова которые мне всегда на гелике кажутся немного странными в том плане что сейчас все таки 21 век и вот эти вот черты кузова они всегда для меня в какой-то степени удивительно потому что сколько не смотришь на гелике но честно говоря похоже на какой-то сада мазохизм если в глобальном смысле взять но тем не менее позиция очень популярная их очень любят их всегда стабильно покупают какие бы ни были есть и свои почитатели и на дизеля и на относительно небольшие 5 литровой бензиновой версии ну и соответственно мг еще больше поклонников вот начинаю на другом так скажем персонажи показывать решетку радиатора вот показываю как раз фары понятно что здесь уже стоит ксенон но тем не менее вот эти вот все нюансы они плюс-минус одинаковы и интересно та же история что на моем стоит сеточка как на старых то есть как бы тоже такой некий посыл временной вот повторители поворота но реально ничего не поменялось те же саморезы тоже мутное стекло то есть все то же самое и если начинаете смотреть на кузовные детали я думаю что даже люди кто не посвящены в эту вообще модель без труда увидит что здесь все одно и то же вот этот капот который прыгает и многие наклеивают скотч между капотом и кузовом чтобы это все дело не гремела ну естественно с этим можно побороться при помощи замков но тем не менее как бы в массе своей вот эта вот история есть у всех и при стоимости гелика как бы столько сколько он стоит сейчас даже сколько он стоит сейчас я считаю что это ну не должно быть так что у вас капот на кочках прыгает причем с машиной все абсолютно в порядке это просто такой конструктив интересный такой момент просто у меня пока не было в новом кузове гелика на новом гелике может быть кто то знает из тех кто будет смотреть это видео та же история с капотом как на старом или все таки что-то поменялось в лучшую сторону будет информация напишите это очень интересно было бы узнать все те же самые петли тоже рамка лобового стекла здесь она благополучно окрашена поэтому она красивая вот эти омыватели в капоте с вот этой вот пластмассовой решеткой в принципе как вы видите все одно и то же это что то разница в автомобилях 20 лет ну я думаю что для гелика это нормально то есть так же как и для defender но у defender эта история более честная та же резинка на лобовом стекле я так понимаю что новый кузов либо как они поначалу называли глубокий рестайлинг нового гелика там все-таки появились стекла которые вклеены они на резинках опять же вот вопрос он стекло на резинках они долгое время оставляли почему потому что это просто такой старый конструктив либо потому что кузов весь ходит ходуном и просто-напросто если его вклеишь в этот кузов она будет разваливаться либо трескаться но вот это как раз вопрос именно фанатам и долгим пользователям автомобиля может быть вы знаете тоже напишите в комментариях будет интересно этот момент обсудить потому что у меня гелики бывают эпизодические я сразу говорю что я в основном покупаю на продажу себе мечтаю купить как раз какой-нибудь автомобиль 90-х годов именно что был там желтым повторительным поворотом вот что-то такое классическое ну и желательно я думаю 5 литровый бензин вот что-то вот такого плана то что дизель как-то он совсем медленный небольшой бензин у меня когда-то был 320 бензин ну тоже такая печальная история потому что он как-то совсем очень вялый в общем теперь мы снова с относительно нового кузова будем в обратную сторону смотреть вот ручки дверей это тоже просто я не знаю у меня нет слов потому что ручки дверей на гелике но это мне кажется все но опять же чем хуже тем лучше но это реально работает и в этом смысле это действительно так вот эти вот молдинги снизу под которыми всегда имеется ржавчина в нашем случае как ни странно этот гелик который купил недавно здесь с этим все хорошо но опять же либо это просто устранили либо какой-то там это это уникальный может быть гелик тогда в этом смысле потому что у меня их было ну ни один ни два и не три и всегда там есть ржавчина хоть чуть-чуть но есть но в этом нет но естественно кардинально отличается салон но если так можно назвать кардинально но вот эта вот штучка она есть на всех геликах на старых на более молодых то есть с этим никуда от этого никуда не денешься но салон да здесь он относительно богатый но все также в нем места нету ну вот это вот красная клавиша то что открывается капот я так думаю что она может быть даже не с гелика взята потому что мне кажется что на всех мерседесах особенно таких до двухтысячных годов то это всегда тоже такая вещь присутствовала ну и опять же могу ошибаться может быть это просто такое эмоциональное восприятие черного квадрата но салону я думаю здесь типичный классический ничего интересного в нем к сожалению в соседний гелик не смогу проникнуть салон по той простой причине что эта машина не моя просто она стоит рядом но тем не менее что могу то покажу ну я думаю что вы тоже увидите вот начнем с ручек те же ручки те же петли но это на самом деле уникальный автомобиль потому что все эти вещи как бы они должны быть дешевые на вторичке потому что их должно быть очень очень много на продаже вот повторитель поворота не очень понимаю он здесь вообще оригинальный или нет у кого были такие машины таких лет подскажите насколько он оригинальный или нет во всяком случае на моем гелике этого нету но вот вы видите как раз история про ржавчину под молдингами здесь молдингов уже нету но сквозные вот эти отверстия я думаю как раз это вот от этой истории то что вы видите на более свежих машинах вот это небольшая ржавчина вокруг молдинга спереди вот к чему она потом приводит но обшивка и вот этот вот вещь которая углубляется при закрытии центрального замка собственно все то же самое вот эти вот все ручки клавиши но вы видите да то есть далеко все таки один и другого не ушел насколько можно покажу показываем салон здесь конечно машина в таком можно сказать в удручающем состоянии с большой выдержкой но тем не менее глобальных изменений относительно моей машины вы здесь тоже не увидите ну по той простой причине что их просто здесь нет ну давайте будем дальше проводить свои изыскания сейчас я думаю есть смысл посмотреть что происходит с задней частью потому что в принципе разницы между старым и новым нет никакой ну еще раз повторюсь более но не новым а более но но вся та же запаска тоже задняя дверь которую открывается исключительно нужно двумя руками ну как бы я может быть утрирую но тем не менее думаю что человек который какой-то скромной комплекции вот просто так с висящей запаской открыть заднюю дверь на гелике одним пальцем но я думаю ну немного таких людей найдется но здесь вы видите задние фонари на самом деле вот они мне больше нравятся вот эти вот аутентичные и насколько я помню что вот эти прорези фонарях свое время были сделаны по моему чуть ли не на грузовиках и это сделано для того чтобы если машина ездит по какой-то ну где много грязи где много пыли как раз вот в эти вот углубления меньше попадает грязь и все равно функционал фонаря остается возможно я не прав то мне кажется что я это где-то когда-то читал вот это моя любимая часть на гелендвагене это вот реально моя любимая часть это на заднем бампере некое подобие какой-то подножки порожка на нем все время приклеена шкурка вот у меня первый гели которая купил на котором это шкурка в порядке все остальные были либо без нее либо она была ободрана но я не смог купить где-либо эту шкурку просто может быть я неправильно какой-то запрос сделал в яндексе в гугле но по факту я нигде не мог купить эту шкурку но вот видите задний бампер вот эта история с подножка она ничем не изменилась все те же ржавые петли сейчас буду показывать на своей машине поверьте глобальной разницы вы не увидите но естественно здесь вы видите все в таком состоянии в боевом здесь собственно крышка как я понимаю не от него у меня здесь присутствует камера заднего вида ну здесь вот увидите стоят просто-напросто заглушки есть есть подозрение что просто задняя дверь она от более свежего гелика чем вы видите вот этот вот перед глазами но тем не менее видите по кузову у него есть проблемы проблемы немалые но тем не менее машина в строю и он ездит каждый день то есть я вижу его каждый день он постоянно меняет свою локацию позицию вот ну смотрите вот мой гелик вот задняя крышка ну вот видите камера заднего вида сверху этот омыватель он конечно выглядит ужасно петли мои конечно чуть более красивые чем у собрата но тем не менее задние фонари да это уже новый дизайн нет вот этих вот прикольных полосочек но в целом все равно видите сама мысль вот это вот осталось что должны быть выемки ну наверное я думаю правильно я понял посыл инженеров мерседеса как раз это сделано чтобы при засорении грязью имела какой-то функционал в дальнейшем ну и конечно вот вклеенные стекла они мне кажется после стольких лет стекла на резинках смотрятся наверное вклеенные стекла дико чем стекла на резинках опять же поправьте меня если я не прав но мне кажется это именно так задняя ручка как вы понимаете ну она не может быть другой кстати на современном я чуть не присматривался на самом новом надо посмотреть может хоть одну ручку они от старого оставили мне кажется это был бы такое некий символизм для мерседеса но я шучу там наверняка ручки новая но при случае надо будет посмотреть благо у меня соседняя организация за забором это собственно мерседес центр поэтому далеко не надо ходить но снизу собственно говоря здесь все то же самое снизу сзади кстати вот этот противотуманный фонарь заднем бампере мне кажется он у них 1979 года в одном видео вот я показываю собственно как мне крупно повезло в плане шкурки вот этой на заднем бампере ну честно мне это порадовало я не издеваюсь потому что когда едешь смотреть гелик я про себя всегда думаю что наверное не будет шкурки вот кстати похвастаюсь сделал антикор я уже показывал в каком-то из роликов сделал антикор мне кажется что это уместно это в принципе еще дает неплохой внешний вид потому что машина высокая низ достаточно виден хорошо и когда снизу все ржавое либо хоть некрасивая мне кажется не очень приятно но здесь все такое черное меня опять же тут хейтили в каком-то видео что малый какой-то слой антикора там что-то неправильно нанесено нанесли на ржавчину честно люди я не знаю как его правильно носить я просто отдал машину в компанию которая этим занимается и все насколько я знаю чтобы мою днище и сверху кладут антикор ничего там не вышкуривать не зашкуривают и не пескоструют уже эти времена прошли может быть опять же я ошибаюсь но в общем теперь я панорамно показываю собственно отец сыном как они выглядят наверно так будет правильно сравнить я специально свой подогнал поближе и в целом увидите что вся геометрия вся архитектура она ровно такая же то есть в принципе mercedes он создал уникальную вещь как после них я думаю такой подвиг может быть повторил только человек создавший iphone но теперь у нас еще есть тесла правда но смысл в том что вот эта вот вещь которая была так скажем по случаю попала на гражданский рынок она имеет мягко говоря не самый красивый дизайн но возможно это людям и нужно было потому что вот эти вот все долгожители и гелик и defender показывают и кстати наша него и наш уазик на самом деле вот эти вот простые формы они многим заходят и именно конструктив все-таки в целом машина очень надежно она не дешево в обслуживании она очень надежная ну на этом пока все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока